Добрый день! Представляю еще одну схему подключения двух датчиков движения типа ASD DD008. Называется эта схема приоритетная, селективная, специализированная схема подключения. Суть в ней следующая. Имеется два датчика. Я взял ASD белый и черный. Каждый управляет своей нагрузкой, потому что из своей полярности. Первый датчик движения мы будем белый, вот ASD DD008, а правый будет черный. Первый датчик у нас будет HL1 управлять, второй датчик HL2 будет управлять. Смысл такой. Здесь заложен принцип обратной связи по освещенности. То есть датчики движения должны установлены быть в положении ночь. Ночь. Обязательно ночь. Для того, чтобы... И заключается смысл такой. Свет от источника должен попадать на датчик движения, и он должен быть выше порога чувствительности. То есть в данном случае, когда у нас один датчик включился, включил свою нагрузку, у нас попадает свет на оба датчика. Второй датчик, он, разумеется, не дает включаться. Если он включится, у нас равносильно будет замыканию. Конечно, не короткому. Просто датчики будут щелкать. То есть мигать свет будет. Основные требования к датчику движения такое. Датчики движения не должны включаться при дневном освещении. То есть, если вы подадите напряжение, он не должен включиться. Именно после подачи напряжения. К сожалению, не каждый этот датчик обладает такой возможностью. Дело в том, что, допустим, ASD DD09, если его включишь, то он, чтобы ему время надо для того, чтобы он включится через некоторое время и будет гореть, потом выключится. Здесь в этой схеме применять такие датчики нельзя. Иначе просто они у вас будут мигать свет и глючить. Эти датчики, ASD DD08, они обладают функцией такой, что если у нас светло и регулятор у нас в положении ночь стоит, то они не включатся. Вот именно вот это нам нужно, чтобы когда мы подключили датчик, установили регулятор в положении ночь, Датчик не должен включаться. Смысл такой. Дело в том, что если у нас датчики включатся в два одновременно, они себе питание перерубят и будут щелкать. Будет не галка. В одном из видеороликов я подобное подключение показывал. Так, что касается светодиодных ламп, как и касается нагрузки. Применять только светодиодные лампы с импульсом драйвером, либо светодиодные светильники, либо прожекторы, имеющие импульсные источки питания. Коэффициент пульсации светодиодных ламп должны быть не выше 3%. Итак, поехали. Начинаем. Так. Сначала мы соберем вот у нас вот нагрузка на клеммнике, как я показывал. Два диодика и... Так. Ну, начинаем. Ставим диоды. Разной полярности, разумеется. Иначе схема у нас не будет работать. Данную схему я не применял, поэтому я ее впервые демонстрирую. Не знаю, что из этого выйдет. Ну, посмотрим, получится, получится, не получится. Так. Так. Кольцо у нас это катод. Первое у нас, значит, анод сюда, ко второй клеммы. Первое – катод, где кольцо. Так вот. Так. Это... Вторую клемму можете затягивать, потому что здесь ничего уж не соединяется. Так. Вот. Теперь нам надо второй диод. Так. Второй диод у нас к первому – анод, а к третьему – клеммкотод. Вот. То есть, кольцо у нас зажжено на третьей... Вот, на третьей клеммке. Так. Вот так вот. Теперь берем конденсатор. 4,7 мкФ надо. Я буду использовать 2,10 мкФ. Не знаю, будет устойчиво работать, нет. У меня просто, в данном случае, конденсатор не оказалось в наличии. Ну, ладно, посмотрим. В случае я второй добавлю. Так. В общем, так вот. Делайте. Теперь нам нужно нагрузку подключить. Соответственно, вот у нас HL2 будет светильник. HL1 будет светодиодной лампы. Так. Ну, синие провода скрутим. Так. Так. Вот таким образом. Этот у нас HL2. HL2 соединяем к третьей клемме, где у нас стоит диод. Так. Вот так получилось. Теперь патрончики вот эти вот HL1. вставляем. То есть мы ставим на вторую клемму. Вставляем. 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 теперь нам надо будет подключить вот крайние первые четвертые клеммы у нас разумеется где проводка где у нас висела люстра ну светильник то есть говоря на потолке допустим сейчас подключим так ну вот в общем такая конструкция должна быть выглядим вот так вот как видим вот у нас соединяется патроны это HL1 вот они так ну короче говоря все понятно вот провода вот они для светильника вот белый это у нас идет от выключателя а голубой это у нас 0 так ну все конденсатор 220 мкФ я поставил но желательно 4,7 и напряжение 400 вольт ну так в общем короче говоря это мы подключили светильник подключили теперь нам надо будет подключать датчики движения и так датчик движения нам нужно сначала сделать провода для начала диод 1,4,0,7 я поставлю на клемме А и Н клемме А левого датчика я поставлю анод где нет кольца на диоде вот так вот вот кольцо у нас катод оно будет клемме Н голубой клемме А затягиваем клемму сразу потому что ничего больше не подключается а нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет забыл нет все подключается там схема так сейчас я подключу у нас же тут принудительная схема так ну в общем черный я подключу клемме А у меня красного нет потому что приходится клемму черным подсоединять так клемме Н подключу голубой ну для запоминания так и коричневый клемме Э ну коричневый коричневый напоминаю датчики движения должны обладать переходным процессом то есть при установленном регуляторе ночь и при дневном освещении при первичном включении то есть подаче напряжения он не должен включаться к сожалению многие датчики этим не могут похвастаться включаются они потому что первично потом устанавливаются так что применять здесь нужны только те датчики которые не обладают таким свойством обладают именно таким свойством который не включается в противном случае вы тут можете получить просто мигалку которая вас достанет и так в общем так проводим в общем получается вот такая штучка у нас так я пока сейчас белый оставляю мне еще надо будут дырки тут разметить так черный сейчас черный аналогично то же самое но в черном мы подключаем к выходу А котов вот так так катод где кольцо кольцо у нас должно быть сидеть на А так теперь теперь черный подсоединяем соответственно к выходу А то есть так так ну и коричневый коричневый эль эль порig подсоединяем это опять к太 да тест по Субтитры сделал DimaTorzok В общем, все это сделаем, проводим, силикон удаляем, заглушку так Проводим так Теперь Так, у меня есть заранее здесь отверстие прорезанное, поэтому я затяну правой сразу, а на левой мне нужно будет еще просвелить дырки На стене, разумеется, вы будете все это делать перфоратором Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак Теперь нам надо будет выключатель и сделать предварительную разметку Как я говорил Надевается выключатель с рамкой Вот так плотно прижимается, чтобы здесь полтора миллиметра зазор был, вот здесь вот, для того, чтобы у нас наделась крышка Вот такая спорная, вот так вот В общем, короче, вот я показываю Так, теперь нам надо будет, соответственно, разметить датчик движения белого цвета Которая тоже Нужно соединить примерно вот столько Так Ну, примерно вот так вот будет Ну, вот примерно так Так Ну, в общем, так Примерно вот, ну, в принципе, вот так можно сделать Вот так Теперь Меточки делаю Так И здесь, и здесь Ну, в общем, так Ну, в общем, так Ну, в общем, так Так Ну, начинаем свернуть Ну, в общем, так Ну, в общем, так 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 Все разметили Ставим Датчик движения Закрепляем 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 Датчик Закрепляем Ну, в общем, так Осталось коммуникацию соединить Так Так Так, ну, чё Коричневый Мы соединяем коричневый Суть по схеме Так Так Вот Будет Будет Еще подключить Соединить Контакты Выключателя Датчик С одним проводом С одним проводом Так Где красный Где красный Соединяем Так В общем, в общем, красный Соединяем Соединяем Точки Датчиков движения Вот этих L И Один провод Проводки Теперь К правой клавише Мы подключим Выход Белого датчика К левой клавише То есть А к правой Мы подключим Правый Этот Так Вот так Вот Итак Вот он И Н Мы соединяем Соответственно Мы объединяем И соединяем И ее Со вторым Проводом Проводки Так Сейчас Я возьму Клемму Вагу Так 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 Теперь Мы соединяем Так Все эти Надо было через дырочки Делать Я уж не буду Потому что Мне опять Переделать В общем Короче Через эти дырки Проходи Как моих Предыдущих Видеороликов Было Я не буду Это делать Так Вот так Как нам Нерег Так Так Вот 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 ess ну в общем так вот делайте закрываем что такое ну начнем тестировать так так качестве сейчас я лампу возьмем какой-нибудь качестве hl1 но что мне попалось под руку экономка один сват и за свой один сват вот без пульсации в уж такие лампы знать так так ночью включаем так мигалка так так по моему это на понял сейчас на поставить мигалка Так, есть. Так, сейчас посмотрим, как это будет. Так, один включился. Так, все, выставил я режим ночь. У меня просто датчик правая, оказывается, был в режиме. Так, сейчас посмотрим. Ну, сейчас попробуем. Не, не получается ничего. Так, попытка номер два. Сейчас я разместил HL2 против первого датчика, то есть, диагонально. HL1 возле датчика второго. То есть, глушить каждый. Сейчас посмотрим, что это из этого выйдет. Все-таки я не сдаюсь. Посмотрим. Так, где у нас? Так, посмотрим. Так, включаю. Сейчас выключу свет. Так, отлично. Один сработал. Ждем. Так, работает. Это не работает. Почему так? Потому что блокирует свет. Если помощнее свет поставить, то, в принципе, будет нормальный. Так, ждем. Вот. Работает. Работает. Видите, как видите, свет, фотороле блокирует второй датчик включать. Поэтому у нас переходных процессов так не наблюдается. Итак. Работает. Так, это у нас принудительное включение. Ашель-1. Вот он, Ашель-1. Вот эти вот лампочки, не забывайте. А это Ашель-2. Тоже не будет реагировать. Свет уже блокирует. Вывод такой. Если правильно разместить из точки света и достаточно яркости, чтобы глушить и фотороле выкрутить режим ночь, то схема, в принципе, работает неплохо. Но, но, как я говорю, она капризна очень. Рассчитано это для специалистов, для энтузиастов, которым нравятся тип такие подключения, прикаиваются. И так. Продолжаю дальше тестировать. Вот рукой коснулся. Левый. Ашель-2. У нас включился. В данном случае я поменял местами. Провода вывода А, чтобы более наглядно было. Сейчас коснусь правой. Так, немного так разведу. Итак. Махнул. Один включился, заблокил второй. Вот какой сработал первый, тот заблокирует своим светом. Второй, чтобы не включился. Схема все-таки, оказывается, не такая уж и плохая. Но, капризная. Так что, если кому интересно, тот может повторить. Но, все-таки, схема никчемная я не назову. Но, самое главное здесь условие не допустить. Одновременно включение датчика в движение. Иначе, сами знаете, что получится. Так. Вот, начало. Два включилась. Сбросаем. Так. Вот. Самое главное, как видите, что не допустить одновременно включения. Но, можно обоими кнопками, клавишами включения, включить сначала все, а потом выключить. Я, конечно, не знаю, кому это интересно будет. Может быть, кто кому-то найдется, и что эта схема интересна будет. Но, тем не менее. Вот видите, обратно. Вот датчики если разнесу. Так вот. Играет музыка. Вот я сейчас включил внешнее освещение. Посмотрю, как он будет сбрасываться. Нет? Все. Как видите, все сбросилось. Внешнее освещение. Бра, я включил внешнее. Все скинулось. То есть, как говорится, внешним светом мы как-нибудь сбрасываем все это. Сейчас теперь будет работать. Вот. Работает. 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 Видите? Работает. Вот я сейчас датчики разнес направление в разные стороны. Более стало надежно. Включаться стало одновременно меньше. Работает. Ну тогда. Работает. 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 нормально нормально так теперь конечно как я понял лучше россии как можно будет дальше головки развести так левой работает сейчас право тоже не включится потому что свет блокирует правый работает правый работает все работает левый работает так я специально косая это дело движения для того чтобы продемонстрировать что когда двигаюсь это не выключается так пожалуйста видите не отключается перестает движение сейчас убрал руку теперь правый правый работает левый работает так правый работает так еще будут выходить слева и справа ради интереса слева работают жду справа подхожу работа справа так подхожу слева с него работает опять слева подойду справа слева открытку справа м а м и по Продолжение следует... Видите, работает, все работает. Схема, конечно, капризная, но, тем не менее, право на жизнь она имеет тоже. Конечно, здесь это макет. В реальном случае она будет, конечно, лучше работать, когда люстра у нас более мощная, на удалении находится от источника света. Например, на датчике оба дачка будет воздействовать свет. Это просто у меня тут макет, у меня они тоже разнесены, потому что... Тем не менее, как видите, я вправо-лево хожу, срабатывает, другой не срабатывает, потому что диагональ в реальном случае не надо делать. Все нормально. Кстати, подобная схема, только у меня с двухпроводным звук-лайшем выключателем такая схема стоит, и они у меня, в принципе, никогда не включаются оба. Именно поэтому у меня родилась такая идея, подключить по такой схеме. То, что я боялся, в принципе, конечно, подтвердилось, но, тем не менее, если разнести на больший угол датчики, то, тем не менее, это работает хорошо. Не так ли? Ну, вот, видите, все работает. Сбрасывать здесь, конечно, лучше все, конечно, внешним светом. Внешний свет, конечно, лучше все тогда сбрасывается, либо двумя клавишами, если уж так уже быть, вот там заглючитесь. Угол поворота датчиков, головки датчиков, даже разнесены как можно больше угол, чтобы не было взаимного срабатывания. Вот и все. В принципе, как я разнес головки, как свет подключил в диагональ, для того, чтобы свет блокировал одного датчика, блокировал второй датчик, чтобы не было такого. Понимаете, вы же, на, вот и все работает, вот, все. Тем не менее. Итак, видите, как можно по двум проводам это все сделать? Все-таки можно же не так ли, без всяких третьих проводов? Ну, наконец-то, в принципе, я доволен. Еще одна схема, в принципе, удалась, только, конечно, очень капризная, в отличие от других схем, которые были неприхотливые, но, тем не менее, если есть опыт и немножко мозгов, такую схему реализовать тоже можно. Ну, все надежно, в принципе. Вот, все, все включается, все блокируется. Если вы, по-по-штуке, три лампочки на каждую группу поставите, с импульсом драйвером, то можно, в принципе, эту схему использовать, не так ли? Вот, подхожу, сейчас справа подошел, включается, сейчас подойду слева. Так, слева подхожу, слева включается. Так. Справа подхожу. Слева подхожу. Причем регуляторы на максимальную чувствительность датчик выкручены. А регуляторы освещенцы в положении ночь. Обязательно ночь, иначе у вас будет опять то же самое мигалка такая же. Справа. Работают. Работает. Слева. Работает. Справа. Работает. Вот даже, видите, блокирует свет, потому что именно в фотореле свойства. Напоминаю, здесь надо использовать датчики, которые не включаются при первичном включении. И когда свет, регулятор, режим ночь, выкручены, и которые не должны первично включаться при подаче напряжения. Только такие датчики, понимаете, иначе сами знаете, что будет. Так, сейчас подойду слева. Можем сработать. Справа подойду, видите, справа нет, потому что слева. Так. Так. так справа подхожу работать слева слева опять подойду работает справа справа слева справа справа слева ну в общем по-моему достаточно так теперь что могу сказать я доказал что еще одна схема возможно приоритета селективно специализированная схема подключения называется такая схема если если только используют некоторые правила датчики движения должны не включаться в режиме когда они выкручены в режиме ночь и когда день схему такая запомните вот она схема конечно повторять я рекомендую только людям которые подготовлены то есть знает в области электронной схемотехники не подготовлен людям я не рекомендую это делать потому что занятие для многих это будет бесполезным но тем не менее если немножко опыта есть в область электронной схемотехники немного разбираетесь то в принципе может это сделать самое главное разнести датчики вот видите вот при таком положении вот уже они уже взаим не включается потому что зона у них разнесены разнесены зоны ну в принципе я доказал еще одну схему что это возможно ну в принципе у меня все схема конечно очень капризная но тем не менее имеет право на свое существование приоритетная селективно специализированная схема подключения датчиков асддд 008 ну в принципе у меня все всем до новых встреч пока